Я принесла была в студию в Харькове, и свой Lightning я решил назвать известной фразой No you do, я решил испортить и назвать Make your tools. А, да нет, я думаю, не нужно. Пожалуйста, возьми микрофон. Точно? Да. Хорошо. Окей. Так лучше? Супер. Собственно, очень простой доклад о очень простых вещах, но тем не менее приятно. То есть поскольку мы программисты, как неудивительно это было бы, у нас есть одна, я считаю, очень важная выигрышная деталь нашей профессии, которая очень сложна или вообще невозможна встретить в других профессиях, это то, что мы инструменты наши можем создать для себя сами. С определенной долей ограничений, натяжки, но, грубо говоря, если бы у нас возникла нужда в каком-то алгоритме, в каком-то рапе, в каком-то скрипте, и который еще никто не написал до нас, мы можем его написать сами. И на самом деле, да, вот примерно вот так выглядит этот процесс. И у нас, ну, мне очень нравится, вот я бы хотел процитировать живого классика Виктора Шепелева, небезызвестного многим здесь, о том, что у нас как бы всегда есть возможность не просто там что-то деливерить, там, работать от звонка до звонка, потому что большинство из нас, я думаю, мы фанаты, и мы, ну, как бы у каждого есть разный объем там желаний и возможностей погрузиться во что-то интересное. Но когда ты погружаешься во что-то интересное, и ты можешь контролировать этот процесс, и ты не ограничен какими-то дедлайнами и какими-то требованиями, я не знаю, просто там стрессом каким-то, то ты можешь что-то создать, ты можешь что-то создать, оно будет полезно в первую очередь для тебя, и ты можешь в процессе этого открыть что-то новое, какие-то новые знания, которые тебе помогут уже в твоей коммерческой разработке. И потом ты сможешь поделиться этим с другими людьми, когда ты там выведешь этот инструмент на какой-то приемлемый уровень качества. Вот этот скриншот, это скриншот из гема Grape Concar. Помимо тестов, гемспеки и все остальное, этот гем состоит из одного файла, он перед вами. Тем не менее, этот файл, он приносит пользу на многих проектах, в том числе на моем проекте, где используется авторизация с помощью Cancana и у нас Grape в качестве фреймворка для построения API. И я видел, я просто как бы не собрал статистику, очень много таких гемов на GitHub, которые состоят там из одного файла, и этот один файл, он приносит реальную пользу. То есть это очень просто, несложно, и сделать что-то полезное, небольшое, но поделиться этим с другими, и другие тоже получат это пользу. Собственно, сейчас будет небольшая демо. С чего все началось? Мне надоел RubyMine. Я решил попробовать, ну, в основном мне надоел тем, что он очень потребляет мою батарею, и несмотря на то, что он дает очень классные возможности поинтеграции, у тебя все твои инструменты, они интегрированы, ты легко переходишь там между разными, там, скажем так, перспективами, да, там, взгляда на проект, там, база данных, исходный код, тесты, там и так далее. Я решил попробовать Visual Studio Code. Но я хотел не терять эту интеграцию. Я хотел, чтобы у меня был такой комбайн, который был бы полезный, и я бы разрабатывал так же быстро. И ребята из VS Code, они постарались, и они написали такую вещь, которая называется Tasks. То есть ты можешь создать какой-то предопределенный набор тасков, там, допустим, для запуска миграции, для, там, запуска респект, и эти таски, они не просто стартуют, а ты можешь анализировать их вывод. Ты можешь анализировать их вывод, и ты можешь этот вывод видеть в какие-то другие модули твоего же Visual Studio Code. Ты можешь видеть, например, упавшие тесты. И это просто очень сделано, то есть сейчас покажу как. Но, как бы, у меня встала задача это сделать вывод из RSP. То есть я хотел так же красиво, как в RubyMoney, видеть упавшие тесты, быстро навигироваться по ним, быстро фиксить проблемы, которые там возникли. То есть вывод RSP, я думаю, вы все видели. То есть это либо такая красивая лесенка, либо это прогресс-форматор, который показывает много зеленых точечек. И я честно искал форматор, который мог бы дать вывод, который бы легко парсился регуляркой, построчно. А я его не нашел, и я решил написать свое собственное. Собственно, вот это пример его вывода. И сейчас я попробую сделать маленькую длинку, надеюсь, что у меня получится. Ага, время вышло. Давай, по-бойству. Хорошо. Собственно, у нас есть проект, в котором есть тест. Мы берем и запускаем таск, который называется RSP. Мы получаем какой-то текстовый вывод. Мы потом нажимаем комбинацию горячих плачей. И мы переходим на вот это окно Problems. Вывод этого окна Problems был распарсен самим Visual Studio Code. И из того вывода, который мы получили из вот этого инструмента RSP, Flat Error Formator, мы можем быстро переходить по этим местам в ходе. Мы можем видеть severity уровень, это info или error. И, собственно, быстро фиксить эти проблемы. Ребята из Visual Studio Code постарались. А вот так вот выглядит definition этого добра. То есть мы указываем команду, которую мы хотим выполнять. Мы указываем Problem Matcher. То есть это матчер, который будет матчить вывод нашей команды. Мы указываем регулярку с группами. И каждая группа выкусывает из каждой строки то, что нам нужно. File, Line и так далее. Собственно, вот такой вот у меня был опыт. Очень дружная была комьюнити, RSPAC. И очень, как бы, с другой стороны, минусом было то, что было приходить продираться через тонны кода, который никак не документирован. Потому что это приватные API, они не рассчитывали, что это кто-то будет использовать таким образом. Ну, было интересно и удалось принести какую-то пользу себе и, возможно, кому-то другому тоже. А вот этот за шаринг конфиг? Он как гист. Скинь мне, я за шаринг. А гем? Вот этот гем, который... Это еще не гем, я не пушил, который биджемс, но на гитхабе это есть. Там есть ссылочка в одном из лайков. Я могу ссылку на него и ссылку на гист кинуть. Спасибо за внимание. По порядку регламента. Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...